Привет из Канады! Меня зовут Алекс Павленко. Сегодня я хочу рассказать про минусы иммиграции в Канаду с помощью провинциальных программ, о том, как одна из провинций кинула более 50 тысяч человек, которые ждали рассмотрения документов. Все это подкреплю двумя примерами. Поехали! Вы, наверное, знаете, что в Канаду можно иммигрировать с помощью федеральных программ, которые достаточно сложные и нужно удовлетворять таким серьезным требованиям. Есть провинциальные программы иммиграции, где некоторые условия попроще. Например, не такие высокие требования к возрасту, не такие высокие требования к языку, не такие высокие требования к деньгам. Я считаю, что федеральные программы более надежные, чем провинциальные, потому что последние могут менять правила игры. Возьмем, к примеру, нашу семью. Когда мы подавали документы на эмиграцию в провинцию Квебек, не требовалось обязательно сдавать языковые тесты. Но через время что-то поменялось и стали приходить письма, что ребята, для эмиграции в Квебек вы должны обязательно сдать французский язык на уровень B2, иначе мы вашу заявку аннулируем. Уже печально, уже неприятно, потому что людям отводилось очень-очень мало времени. Сейчас как раз очень большой скандал в Квебеке, потому что эта провинция просто взяла и закрыла дела очень большого количества кандидатов, чуть ли не 50 тысяч человек, а может быть даже и больше. Просто эта провинция интересна тем, что она принимает десятки тысяч человек. По сравнению с Нью-Брансвиком это в разы, в десятки раз больше. Обратите на это внимание. И сейчас она сказала, что ребята, извините, мы не успеваем все рассматривать, давайте-ка мы все сейчас закроем, мы вам вернем денежки, а вы подайте документы еще раз. К примеру, такой отказ получила моя знакомая, которая подала документы на эмиграцию более 5 лет назад. Она не учила французский и знает его на маленьком уровне, потому что ей достаточно было баллов набрать. А сейчас же ей говорят, что извините, мы вам возвращаем деньги, подайте еще раз. А это практически нереально. Сейчас уже нужен французский, тест английского языка уже у нее практически устарел. То есть она должна внести дополнительные расходы на пересдачу английского языка, и не факт, что она его сдаст. И уже возраст, там под 40 лет, к сожалению, в Квебек уже дорога практически закрыта. Еще такой момент, она подавала документы не сама, а с помощью киевской, украинской компании, которая типа помогаторы. Но в реальности они не имеют, скорее всего, никакого отношения к Канаде, они не являются иммиграционными консультантами. Сразу вам всем совет, если вы хотите подавать документы не сами, а чтобы вам кто-то это делал, пожалуйста, я вас очень прошу, сделайте это с помощью канадских специалистов. У меня есть знакомые русскоязычные миграционные консультанты, в описании к этому ролику будет ссылка на оценку шансов. Второй пример отказа, с которым поделились мои подписчики, они тоже подавали документы на миграцию в Квебек, но они уже получили сертификаты отбора. То есть это, грубо говоря, номинация от провинции в системе экспресс-энтри, ну что-то похожее. Дальше они должны были пройти федеральную проверку, федеральный этап, именно федералы сделали им отказ. Они заявили о том, что у них есть подозрение, что эта семья не планирует жить в Квебеке. Я не знаю, эта семья планировала жить в Квебеке или нет, вот вам еще один мой совет. Если вы подаете документы на миграцию по какой-то провинциальной программе, где провинция ожидает, что вы там будете жить, а вы не хотите этого делать, не пишите об этом в социальных сетях, на форумах, потому что это сейчас отслеживается. Когда вы получите ПМЖ, то есть канадское резиденство, вы вправе решать, где вам жить, в каком городе, в какой провинции Канады. До этого не нужно спрашивать форумах, сколько стоит аренда в Торонто, к примеру, или сколько стоят детские садики в Ванкувере. Это все может играть против вас. И вы потеряете 5 лет ожидания, как эта семья, вы потеряете кучу денег, и вообще это не такое подвисшее, неинтересное состояние. Давайте подведем итоги. По провинциальным программам иммиграции в Канаду переехать проще, но правила игры могут меняться в процессе рассмотрения ваших заявок. Очень неприятно это. Могут меняться востребованные списки профессий, могут меняться требования по языку, могут даже провинциальные программы закрываться. Это все реальность текущих дней. Нужно подстраковываться, нужно искать какие-то запасные варианты, чтобы всегда у вас был план Б. Сегодня больше получилось про минусы иммиграции в Кребек, хотя там куча плюсов, и я об этом рассказывал в прошлом ролике, и ссылка на него будет где-то в этом углу. Если вы хотите, чтобы я снял отдельный ролик про причину, почему вам не надо ехать в Нюбрасвик, почему не надо подавать документы на иммиграцию, то поставьте лайк, напишите комментарий, и там поставьте колокольчик, после того, когда вы подпишетесь на мой канал, если вы не сделали этого ранее. На этом я буду с вами прощаться, желаю удачи, пусть у вас все получится, и до встречи в Канаде!